Это народ сидит в поликлинике на выписку льготного лекарства. Отпускают только один. Одна медсестра. Полтора часа в очереди, чтобы получить заветный рецепт на льготные лекарства. Больные возмущаются в поликлинике, они сидят с утра и почти до обеда. Среди них сердечники, онкобольные и диабетики. Никогда очереди не было. Первый раз, это может конец месяца, поэтому первый раз такую очередь увидала. В больнице говорят, что обычно наплыв пациентов за рецептами наблюдается в 20-х числах каждого месяца, когда поступают препараты. Проблема в том, что рецепты выписывают по живой очереди. Примерно каждые 20 минут терапевты направляют в кабинет новых больных. Плюс человеческий фактор. Зачастую пенсионеры занимают очередь с самого утра. Сегодня проблему очередей попытались решить. В кабинет была направлена вторая медсестра. В поликлинике призывают не занимать очереди с утра и тем самым не создавать большой поток пациентов. Кабинет выписки рецептов работает в две смены – с 7 утра и до 19.00. Поэтому вы можете в любое время прийти и спокойно получить рецепт. Тем более, что после обеда народу гораздо меньше. Раньше больные получали импортные лекарства, а вот с недавнего времени только отечественные аналоги, которые, по мнению пациентов, не помогают. Розалья Каюмова, как председатель СТОС, каждый месяц получает препараты для неходячих жителей своего дома и района. Вирошпирон тоже, я понимаю, что это иностранного производства лекарства. Вместо него спирлактон дают. Некоторым оно вообще не помогает. У кого-то аллергия, кому-то вообще не помогает. Вместо ксорелты сердечники теперь получают аспирин, ацикардол. При сахарном диабете вместо импортного глибомеда – российский метформин. Я тоже, как диабетик, получаю лекарства от диабета второго типа. У меня тоже так же. Нет, он не опускается, у меня сахар не опускается никак. В Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре по Нижнекамску нам сообщили, что все дело в том, что сейчас аптечные сети переходят на импортозамещение, то есть препараты российского производства. Вообще у нас заявка делается согласно федеральному закону, то есть в соответствии с требованиями федерального закона от 5 апреля 2013 года. Он называется «О контрактной системе в сфере закупок товаров». Размещение заказов на поставку лекарственных средств осуществляется строго по международному непатентованному наименованию. В аптечные учреждения лекарственные средства поступают по торговым наименованиям, по итогам проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации торгов. Будут ли льготникам снова выдавать импортные препараты, неизвестно. Это решение может принять только Министерство здравоохранения Российской Федерации. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.